Выпускники этого года это золотой фонд, причем не Котласа и Архангельской области, а золотой фонд России. Золотой билет во взрослую жизнь сегодня получили 30 выпускников школ города. Еще 13 удостоены серебряной медали. Для них это память о школьных годах, первой пятерке, дружбе и любимых учителях. Большинство золотых и серебряных медалистов привыкли получать отличные оценки уже с первого класса. На самом деле, мне кажется, это начинается с начальной школы. То есть, с начальной школы я училась очень хорошо и шло как-то уже по накатанной. Очень не хотелось терять какой-то свой уровень, планку, на которую я поднялась уже. Знак отличия – это во многом и заслуга педагогов, которые сумели заинтересовать и увлечь своим предметом, замотивировать на хорошие оценки. Учитель физики Снежана Васильевна, учитель математики Елена Ивановна, классный руководитель Оксана Ивановна. Ну и учитель начальных классов Елена Поломодова. Сегодня ребята строят большие планы, выбирают город, где будут учиться и профессию, с которой хотят связать свою жизнь. У меня будет профессия в области медицины. Скорее всего, какой-нибудь там врач-педиатрия. Я хочу поступать на лечебное дело, факультет. Знак отличия важен не только самим выпускникам. Едва ли не больше их самих радуются сегодня родители, бабушки и дедушки. Ой, так быстро бежит время, что не успели оглянуться. Девочка наша уже выросла, уже ей 18 лет. Но с детства она была очень таким любознательным ребенком. И тут, мне кажется, 50% золотой медали принадлежит маме. Она ее куда только не водила. Ну, конечно, помогали и мы. Для получения золотой и серебряной медали нужны не только пятерки в аттестате, но и получение не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и математике. А дают они до 10 дополнительных баллов при поступлении в ВУЗы.